Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас 6 апреля, поблагодарить за поддержку канала сегодня опять никого. В сегодняшнем ролике, дорогие мои, попробуем раскрыть еще один ложь, который очень часто пытаются навязывать. Особенно новички, которые толком не знают. Понимаете, не знать — это неплохо. Не хотеть знать — это плохо. То, что человек чего-то не знает, но ничего страшного. Мы, в принципе, не можем все знать. Понимаете? А вот когда мы не хотим знать, вот как там Руслан Бекбан, Миша Ганси, там даже ложками объяснял, вот, говорит, три ложечки перекиси — 97, говорит, это касается. Да, 97, говорит, этот, воды, сколько будет? Но он все равно не захотел узнать. Значит, в сегодняшнем ролике, дорогие мои, ну, очень многие говорят, почему мы зимой голубей не гоняем, потому что, когда зимой мы гоняем, теряется лед голубей, портится лед голубей, бросают голубей, бейте, то и другое, да. То, что зимой я постоянно показывал, что это неправда. То есть голуби начинают это, да, то есть бой они не теряют. Даже во время атаки хищника, после атаки хищника. Я много раз показываю. Голубь, который умеет бить, он становится нахой и начинает бить. В момент атаки, момент опаски, голуби начинают дикорить. То есть, ну, есть опаска эта, да, но представьте себе, на вас летит медведь или лев, и вы тупо будете стоять на месте, да, вам или делать свое дело. Он вас сожрел. То же самое, когда хищник атакует на голуби, ну, что должен делать? Должен вскрываться, убегать от него. Понимаете? Это логично и это правильно. Так, ну, сейчас почитаем пару комментариев. Так, значит, Владимир пишет. Доброе утро. Гагик, с удовольствием посмотрел ваше видео, получил ответ на мой вопрос. Огромное человеческое спасибо. Меру и меру голубям не было. Благодарю, дорогой. Обращайтесь, шучу. Ну, не шучу, на самом деле, есть вопросы, пишите, я отвечу с удовольствием. Тут Изи-Изиев какой-то там пишет, Гагик, Тибух или где-то, да. Ну, дурак даже, мой дорогой, дурак. Нет, я не бог, я обычно смертный человек, как и все остальные. И бог это не игрушка, понимаешь? Ну, на твоем языке скажу, бог это, это, да, Аллах, понимаешь? Ну, тебе будет приятно, если тебя скажут Изи-Изи, ты Аллах, понимаете? Ну, глупый ты человек, больше ничего не могу сказать. Не пишите такие глупости, пожалуйста. Сейчас, смотрите. Да, тут Мурат пишет. День добрый, Гагик. Как всегда, в каждом ролике есть что-то познавательное. Хочу поинтересоваться. Вот шишка на горле голубей. Их постоянно надо выдавливать. Как это вы сделали на этом видео? Или как это лечить? Заранее спасибо, удачи вам. Ну, как лечить, надо хороший корм давать, потому что эта шишка появляется из-за корма, из-за плохого корма. Корм плохой, она собирается, начинает гнить. Да, конечно. Конечно, если шишка, то необходимо его убирать. Здравствуйте, я пользуюсь сарбентом, покупаю в банку на 600 килограмм корма. И, слава Богу, все хорошо. Поэтому думаю, что каждый должен делать так, как ему удобно. Вам удачи и процветания. Благодарю дорогую сарбентом. Раньше тоже пользовались. Одно время приезжали к нам. То есть до медного купороса я тоже пользовался сарбентом. Но медный купорос мне больше нравится. В общем, если кому-то нравится сарбент, можете найти, конечно, это, да. Ну, тут голубевод какой-то там. Она у вас просто, это пишет под желтой голубкой, вот видите. Она у вас просто больная. Либо салмонелла, либо великации не хватает. Дорогой мой, не обижайся, но, по-моему, ты сам и есть больной. Потому что голубку я показываю в этом же ролике. Я вечером показываю, она ходить не может. Через несколько часов я показываю, голубка летит. И объясняю, что причина всего этой есть корм, понимаешь. В общем, если вот ты за один день тоже так вылечился, за несколько часов, был бы благодарен. Ну, понимаешь, это я не грублю. Я просто говорю то, что на самом деле есть. Так, значит, больная, конечно. Где тут? Руслан пишет. Гагик, салам алейкум, огромное спасибо тебе за ролик. Смеялся от души и здоровья, лет на пять прибавилось. Особенно про пальцев, про пловцов сухопутных. То есть ты тоже, походу, сегодня в хорошем настроении. Дай бог тебе здоровья. Ну, приятно, когда встречаешь шумных людей, которые с полусло понимают. Да, все, взаимно дорогие. Да, от души посмеялись, понимаете. Но не каждый день. Хотя их достаточно, но не каждый день такие экземпляры попадаются. Да. Значит, сегодня что сделаем, дорогие мои? Ну, поймаю, может, чтобы 10-15 голубей. Выйду я с улицы, выпущу. Почему я с улицы выпускаю? Потому что у меня нету обзора. Понимаете? Нету обзора. В общем, то есть мне сооружение мешает. Когда я во дворе стою, ничего. Мне приходится выходить на улицу. Так бы я снимал со двора. Выпускал бы со двора. Со двора они еще лучше пошли. В общем, хотя как бы для взрослых голубей улица тоже, это ихняя территория, да, там. Ну, в любом случае, когда они с крестовины сами соскакивают, с крыши сами поднимаются, она намного красивее. То есть то, что я с улицы, вот это, да, там, выпускаю голубей, это еще я порчу качество. Понимаете? С качеством портят. Так, ну, поскольку у нас это, да, буквально, ну, несколько дней, как с кварцем, проведели. Ну, что, ну, с кварцем прилетели, значит, все, зимний ком закончился. Уже хищник не будет атаковать на голубей, на это, да, на голубей, так, как этот. Он сделал зимой. У него есть альтернативное пропитание. Зимой голубей дикарили. То есть во время полета, когда есть опасность дикарили. Ну, сейчас выйдем, выпустим, посмотрим и будем гадать. Правду ли, говорят наши голубедержатели, что голубей нельзя зимой гонять, потому что, когда вы зимой гоняете, голуби теряют свое качество. В общем, или обманывают вас, нагло обманывают. Я сразу же говорю, что обманывают и показывал это, да. Да, тут я еще хочу ролик показать, да. Вот он, пенсионер с Морозовской, шаваш, он был у меня, видите. Видите, вы, дядя, чистоте, птица-бод, говорят. Пенсионер, он еще инвалид, отдышка, ну. Всего 10 минут каждое утро трачу на чишку голову. Тоже песок, вот это, да, там. Понимаете, можете делать. Да, ну, второй ролик еще скинул мне, там уже показывает, ну, вот, скажите. А, нет, в этом же ролике. А, где же он из ролика? Да, он же показывает, по-моему, что ж так, наверное. Сука разу, то, сагар уже, аж, аж. Он еще скидывал мне, показывал свои эти настойки. Настойки разного типа. Никакого антибиотика, ни того, ни другого. Да, что ж такое. Амарток. Настойки разного типа, напаивает голубей, выпускает и гоняет круглый год, так что следите, вам тоже следует так же заниматься. Сейчас поставлю на паузу, поймаю, выйду и выпустим. Так, дорогие мои, ну поймала 12 штук, тут есть голубь, который уже более 20 лет летит, каждую зиму, постоянно, а есть молодой, который первую зиму отлетал, вот этот мрамор и не. Сейчас посмотрим, на самом деле вам говорят, ребята, что нельзя зимой гонять, бой теряется. Это вот старый, видите, как всегда и ветер не ахти, но ничего страшного. Старый только не идти садить, дурень-то что, стыдно будет. Это вот его сын, тоже уже не молодой. Вот дуркует пока. Сейчас начнет раскрываться. И этот начнет раскрываться. Здесь я, где-то, встал и тертый. Этот другой сын его. Это для моей мошки. Шир. Посмотрим, через сколько они крыши надо, может быть. И как они, может быть, может быть. Как. Тут есть еще его. Так, внук, внук, внук. Правонук, да, вот он. Правонук его, иди сюда. Его правонук. Давайте. Ну, что-то потянул, но не сыграл. Это правонук его. Ну, тебе пошли уже крышу высыпать. Ну, это и будет. Внук уже получается. Кинерал-минерал. Ну, я его каждый день показываю в небе. Вот такой. Заметный голов. Ну, вроде не теряют бы, как вы думаете, дорогие мои. И вот все равно, да? Ну, тут единственное, что плохо будет, что они быстро могут сейчас кориться. Я ничего не смогу показать. Ну, теперь других начнем. Это вот Адхамат Шейки Сен. Что, будешь дурковать? Не покажешь что-то? Не покажешь, но это тоже очень быстро скроется. Он не вытянет. Ибо я не показал. Он боя не показал, но тянет хорошо. Тянет вон они пошли уже, дорогие мои. Видите? Начали крышу высыпать. А, тут еще и отны-то есть. Еще один. Генерал-братик есть еще. Это ты? Нет, это не ты. Вот, белый. Это вот тоже брать эти вам. Да? Значит, даже ничего не хочешь показывать. Я думал, ты вообще не будешь летать, забуливаешь, уходить. Где ты? Ну, просто скачаешься. Не видит. Вот, нет. Скачаешься, дорогие мои. Так, ну, а те где? И вон они, пятенка, дорогие мои. Начали крышу высыпать, видите? Там, ну, что-то... Других еще выпустим. Да, ты кто у нас такой. Кто уже с утоленых летит? Давай-то. Я это недавно показывал я вам при посадке. Пару ищейка. Видите? Вот сейчас летит, как будто небедный ветер. Неплохой. Ветер неплохой. Такой тренировочный. Да, учитывая того, что скворцы вот-вот только прилетели, опаска все равно в них осталась. Но все равно такого дикаря нету. Ну, будет остановка, которая выглядит? Будешь останавливать? Не хочет останавливаться. Показывать, как будет, показано. Это у нас кто-то. Кутык-кутык-кутык у нас. О, это борода. Вроде бьют, да, дорогие мои? А то вову, куда ушел аж. Сейчас потяну, чтобы видно было. Бок ушли. Так, это у нас перенький. И брат, ты не поймал, брат, еще лучше шеечка. Так, такой длинный голубь. Видите? Четыре полметра. Так-так-так-так-так. Туркует, туркует, туркует. И ты сейчас резко начинаешь порвать. Себя. Так, куда ты ушел? Ну, пока не так. Ветры чуть бы послабее. Было бы замечательно. Хоть и ветер давишь, и холодный ветер пошел, то у нас было тепло резко. Сейчас похолодало. Так, куда-то делся. Вот он. Было бы замечательно. И все, и пошел. Ну, вроде обманывает вас, дорогие мои. Да, там что-то сверху начали выпадать. Походу, опаски еще не прошло. Так, ну, это отчерно-черно-черно-черно-черно-черно. У нас. Ну, и вы видели. Или я не буду ждать. Так, куда-то делась. Вот она. Ну, отца помните, я показывал. По Станов за бой уходил. Этот голубь. Да, пока с опаски летает. Да, и солнце мне в глаза. Эти, пошли. Все, ну, они сейчас опять уходят. Их поведут. Ну, а здесь такой, видите, какой красавец. Тут как забой будет сейчас. Забывной вариант будет. Это вот первую зиму прожило. Вот такой бой мне не нравится, дорогие мои. Я не люблю такой бой. Для меня этот бой – брак. Для кого-то это сказка, когда он стоит и вот на спину ушел, 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 ушел. Им кажется, что это чудо. Для меня вот такой бой – бракованный бой. Я не люблю такой бой. Понимаете? Многие балдеют от такого боя. Это вот потяжка. Чуть потягивает – уходит. Чуть потягивает – уходит. Видите? И вот так с боем будет уходить. Это тот, который, помните, зимой показывал, так же стоял, дубасил, дубасил, дубасил. Сапсан атаковал на него, промазал. И он опять стоял, дубасил, дубасил, дубасил. И вот так. Он сейчас в один момент уйдет за бой. И, в общем-то, потом раскроется. Так, ну а где остальные? Да, хрен, вот эти остальные. Сейчас на этом сканирую. Да, пока они летают кучки. Тут сколько? Два, четыре, шесть, семь, пять штукатилей налетают. Скинули, опять приподнимутся. И будут пружинить очень долго. Вот, черный голубочек. И тут солнце в нем. Глаза не дает мне назад смотреть. А ветер как раз с той стороны. Видите? Пододавите. Они сейчас как бы... Вот он. Это генерал-брадец. Только на... Сколько? На четыре года моложе, по-моему. Из-под этих же родителей. Только на несколько лет моложе. Генерал уже сколько лет? Пять, может, шесть. Ну, она точно скажет. Ну, пять уж точно есть. А может, и шесть. Видите? Вот они. Так, и тут сколько? Два, четыре, шесть, восемь. Девятый. Вот эти, дорогие мои. Голубь, который умеет бить, который умеет бить, он будет бить. И во время зимнего гона, и после зимнего гона. Как говорится, кашу маслом не испортишь, дорогие мои. А вот когда вы зимой постоянно гоняете, дорогие мои, вы в этом голубе, это, да, как бы удерживаете все природное, то, что у него есть. Понимаете? Все природные параметры остаются в голубях. Когда вы их закрываете, вы их уничтожаете. Понимаете? Истикт выживания. Сила. Все это теряется. Понимаете? Это вот там, вот я семь лет голубей, три года голубей. Это, да, там закрыто держал. Говорит, вот пустил и пошел на двадцать семь часов летать. Понимаете? Ну, бред чуть даже не краснеет. Понимаете? Хорошо. Вот, к великому сожалению, таких полно. Таких полно. Ну, говорю, жалко погода не ахти. Так бы сейчас они еще красивее бы показали все вот это. То есть ветер проваливает. Ветер не дает красиво раскрываться, да? Ну, скажем так, вы хотите с трамплина прыгать, и кто-то вас толкает. Значит, естественно, у вас не получится такой прыжок, как вы должны быть на самом деле. Это будет провальный прыжок. То же самое здесь. Вот он сейчас должен тянуть, тянуть, выйти. Вот и опять приподнимается, опять скинуть. Вот он как стоит. Вот этот мрамор, видите? Вот он. Аж куда ушел. Он там коршем под него летит. Яшка под него летит. А он вот с такими боями будет летать. Вот он, я направляю, должен камеру зацепить. Он еще один хищник летит. Уже выше его. Вот начал дикарем летать. Значит, опаско почувствовал. Вот он. Разноброс. И эти должны рассыпаться. Они не имеют права в месте летать. Вот как видите. Они должны все отдельно летать. Потому что тут птица вся одиночная. Они в стае не должны летать. Да, нет, нет. Они кучкуются, собираются. Да, тот вот опять успокоился и остановился. Не знаю, камера берет или не берет. Но он очень далеко. Очень далеко. Вот, видите, как торпеда летит. И опять встал и пошел. Видите? Дорогие мои, ну после этого ролика, по-моему, только дурак не поймет, что баса облана будет. Понимаете? Нету такой. Если голуби умеют бить, то они бьют. Видите? Он показывает, де-факто. Хотя, еще раз говорю, вот этот бой, то, что вот этот показывает, мне абсолютно не показывает. Я не люблю такой бой. Он из Тавра полетил, вот тогда, когда я белую чубату и подарил ему. Тоже там. Да, вот эти мне больше нравятся. Тоже пришли к нему. Он поднял, говорит, ну что, это сказка. Так, это же, говорит, Гагниковский голуби. Да нет, говорит, у него таких нет. Ну, это голубей, говорит, он меня давал, говорит. Видите, его кольца, говорит. Нет, говорит, у него таких голубей нет. Что, говорит, депилы, говорит. Это же его голуби. Он давал, подарил, говорит. Он просто таких голубей не любит. Как можно таких не любить? Но люди не могут понять, что вот такой бой, ну ничего не стоит. Это для тех, которые говорят, ты еще голубое не видел. То, что я видел, не дай бог вам видеть. Вот, крышу вышибает, видите, боем крышу вышибает. Так себя бьет, так себя бьет и крышу вышибает. Но у него бой, вот как будто бессмертный, помните? Такая же, ребята. Мне такой бой не нравится. Ну, это правильный бой, понимаете? Это подтяжка, есть выход столб. Я люблю выход столб. Голуби с выходом столба очень мало попадают, очень. С подтяжкой много. И голуби, которые столбовые, они без проблем дают. Вы, видите, да, птенцов на тяге. А вот на подтяжке редко, когда даст вам столбового. В местах, конечно, в порядках не были столбовые. Вот он. Пошел. По-моему, красиво же. И ветер мешает, да, там хищники еще только-только. Это скварцы только-только прилетели, да, там хищники еще. Как бы это все осталось. И опять пошли. Понимаете? Они будут так пружинить. Ладно, мир умер голубям небо, да. Потом может еще что-то. Вот они, смотрите, видите, вот один, вон, тот, который на тяге. А этот перый, этот один разбьет. Вот так, тут два, три, пять, десять, один. Да, шершки даже аж отсюда слышно, видите. Даже отсюда слышно, дорогие мои. Вот оно. И еще раз, делайте вывод. Голуби бьют после зимнего гона или вас обманывают? Понимаете? Они находят тысячи причин, тысячи причин. Почему? Да потому что показывать нечего. Если смогли бы показать, показали бы. Ну, сейчас уже весна, сейчас уже не зима. Сейчас настолько надо быть глупым, чтобы пойти опять купить кот в мешке. Понимаете? То есть, если уж сейчас вам не будут показывать голубей в небе, если там некоторые говорят, вот мы зимой не гоняем, мы там, то, то, да. Ну, а сейчас весна, самое время гона, самое время гона. Вот она, крышу вышибает, дорогие мои. То есть, еще раз говорю, да, но если вы после всего этого пойдете, опять голубей будете в резке земли покупать, не проверяйте голубей, дорогие мои. Так жаловаться надо на себя. А тот, кто вам уговорил, продал, в лоб ему можно поцеловать, что вот так может на пальцах вести вас, понимаете? Как говорится, без лоха и жизнь плоха. Хочется быть лохом, будьте. Никто вам в этом не запрещает, дорогие мои. Никто. Вы сами в этом будете виноваты. Когда вам на блюдочке все вот это предподнесли, показали, объяснили, доказали, рассказали, и после этого вы все равно не понимаете, ну, кто в этом виноват? Только вы сами. Пенять надо только на себя. Ну, они долго будут, дорогие мои, еще будут пружинить вверх-вниз, вверх-вниз. Думаю, достаточно. И вот смотрите, насколько спокойно сейчас птицы летят. Насколько. Хотя ветер, хороший ветер. Неплохой ветер сейчас. Ну, спокойно. Спокойно крышу еще бают. И так себя бьют. Миру мир, голубям не погоняйте. Так, дорогие мои. Ну, приехал еще вроде никто не сидит. Это я по делам поехал. Видите, небо туманное стало. Ветер направление уже успело поменять. Тут, тут, в сторону дома. Ну, сейчас, вот. И курочки наши. Вон, наверху еще. Так, тут сколько? Раз. Раз, два. Два. Тут сколько? Два, четыре, шесть, семь, девять. Генерал-обрак где-то тут. Ниже была. Ниже была эта черная голубочка. Ну, думал, сейчас сядут. Вот они вроде приспустились. Камера пошел, взял. И они опять пошли вверх. Засранцы. Ладно, подождем. А, вон, генерал-обрак у нас куда ушел опять. Ну, как всегда, крышу вышибают. Крышу вышибают. Тут, где они остальные. Голубка должна раньше не скинуть. Опять пошли крышу вышибать, дорогие мои. Опять. Видите, вроде скинули вниз и опять пошли. Ну, вот так они летают. Ну, сколько они летают. Да хрен его знает. Они могли бы сейчас пойти все сесть, а могли бы, как сейчас, дайте, да, опять подняться. Подождем, вдруг получится посадочка с ним. Так, дорогие мои, ну, вышел. Черная голубочка уже села. Вот второй спускается. Те выше. Сейчас посмотрим. Вот она. Вот она. Куда ушел хренел за это? По-моему, генерала-брат. Или... А, нет, это этот. Мраморненький. Это он. Я говорю, многим вот такой бой нравится. Ну, мне, я вообще не прикалываю по такому бою. Он там выше отдельности тоже летит. Вот он. На большой круг идет. Ну, нету обзора. Нету у меня обзора, чтобы нормально показать все это. Это перенький. Ну, что, будем бой показывать или нет? Ладно, выйду на улицу, может, что поснимаю. Ну, тут и ворона черную голубочку тоже подняла. Ну, опять поднимаешься, по-моему. Да. Зря ушел. Вот, подожди. Ну, пошли опять на большой круг. А, не вообще, я тут до ушел. Даже с улицы не получается. Ну, вот он тень. А, ну, двенадцатый туда. Вот она вам, дорогие мои голуби, как теряют бой после зимнего паэльгона. Любую херню готовы людям, так сказать. Либо лишь бы что-то не показывать. Понимаешь? Все же скажут. Понимаешь? Лишь бы ничего не показывать. Оправдать себя. Вот признаться, что это не так. Это это, да, там. Ну, не то. Ну, будем стремиться. Нет, у нас замечательное. У нас супер-упер. Ну, только вот там тысячи причин. То это мешает, то то мешает, то это мешает, то это мешает. То десятый мешает. Еще раз говорю. Мне вот так. Мне абсолютно не нравится. Мне нравится. Да, вот опять, видите, спустились. И опять пошли вверх. Вот она опять пошли крышу вышибать голуби. Видите? Вот такие плохие они. Головка сидела. Вот ворону спугнула. Опять пошла я. Не на соседскую крышу села. Не на дерево. Не на круг. Опять я пошла. Попробую, кого-нибудь зацепить. И вот смотрите. Остановка. Будет бить, тянуть, бить, тянуть, бить. А потом пойдет на круг. Опять остановка. Опять пойдет на круг. Ну, тебе красиво поперли опять. Видите? Вот к чему можно стремиться, дорогие мои. Еще раз говорю. Такой бой для меня бракованный бой. Я не люблю этот бой. Ну, скажем так, да. Допустим, когда по боксу вот смотришь, там Ключков выступает. Ну, а чемпион мира, да. Вот ничего не скажешь. Что он выигрывает, братья, да? Ну, мне неинтересно его бои. Это не нравится. Мне нравятся бешеные бои. Вот как вот Тайсона там. Пусть даже Гатти проигрывает. Ну, пусть Гатти дерется. А опять ушел в сторонку. Ну, зато эти приспустились. Понимаете? Мне нравится выход столб. Именно выход столб. Их очень трудно найти. Столбовых голубей. Ну, скажем так, да. Вот как бой вот утакли. Вот он скидывает вниз. И пошел тянет, тянет, тянет. И шелчок. Вот такой бой нравится мне. Мне не нравится тяга. Когда там по 10, по 15, по 30 раз могут сыграть одним разом. То есть круг нырнул, потянул и шелчок. Вот так вот. Ну, тут долго получилось. Я не успею посадку снимать даже.